Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Напомню, что работаем для вас в радиусе 60 километров вокруг от города Краснодара, также по Черноморскому побережью, от Тюмрюка до Новороссийска, как с домами, так и с квартирами, как с готовыми, так и со строящимися. Работаем для вас как агентство недвижимости, а не только я как блогер, которого вы меня все любите и признаете, который вам рассказывает о том, что же можно приобрести в Краснодарском крае. Конечно, мы продаем именно те дома и подбираем для вас лучшие варианты по лучшей цене. Такой прям мой девиз всегда вам говорю. Ну что, сегодня мы с вами находимся в станице Медведовской, станице с 20-тысячным населением, 20 тысяч плюс. Здесь есть все, школы, садики, пятерочки, магниты, поликлиника, даже стоматологическое отделение, МФЦ, хотелось сказать театр, нет, не театр, а дом культуры, причем такой прям большой. В общем, вот все-все, что необходимо. А также здесь есть завод Вимбельдан, здесь есть мясоперерабатывающий завод, фермерская хозяйство. Ну, то есть такая прям большая, мощная станица. Хорошие придомовые территории, широкие дороги. Ну, в общем, люблю я эту станицу, как одну из тех, которые вот в ближайшем окружении Краснодара. Пойдемте сегодня посмотрим нестандартное строение для станицы. Я всегда говорю о том, что в станицах нет квартирного фонда, это правда. Но не всем хочется огромный кусок земли, да, и там большущий дом. А вот новой постройки совсем нет ничего. Вот прямо такого маленького, компактного на маленьком кусочке земли. Прямо, ну вот, жилье для одного, либо для двоих. Хочу сегодня показать такой четырехквартирный дом. В Краснодаре это модно называть квадро-хаус. У нас есть такой поселок, называется он Греция в Краснодаре. И вот там полно квадро-хаус, дабл-хаус, все, что хочешь, любой хаус. То, что на одном куске земли построено небольшое по площади. Значит, вот такого формата у нас дом. Дом полностью кирпичный, в два кирпича построена капитальная стена. Сверху декоративная штукатурка-караед. Все это на ленточном фундаменте, соколем, все как положено. Коммуникации здесь подведены на центральные вода, свет 15 кВт, газ в проекте. Но пока на сегодняшний день отопление в доме электрическое. Но газом занимаются. Как только газ будет подключен, плюс-минус 300 тысяч будет увеличение по стоимости объекта. Будем смотреть с вами дом а-ля квартира. Но по статусу это будет все равно у вас жилой дом со своим собственным земельным участком в 2,5 сотки. Здесь легко понять, как идет черта участка. По стоимости домик с ремонтом 1,7 млн. Много, мало. Я думаю, что как альтернатива квартиры в станице, очень даже приемлемая цена, исходя из того, что домик новой постройки. По поводу заборов. Значит, поговорили мы с застройщиком. Говорят следующее, что вы можете, пожалуйста, поставить себе заборы сюда, сюда по асфальту, как они есть. Но предполагается, что заборы здесь могут быть, чтобы разграничить участки, а там уже собственники внутри договорятся. То есть оградить свой земельный участок вы юридически можете, потому что земля в вашей собственности находится. Пойдемте смотреть первый вариант планировки. 36 метров однокомнатная квартира, буду так говорить, или однокомнатный дом на земле в 2,5 сотки. По ремонту нам осталось здесь только поклеить обои, либо покрасить стены. Давайте будем смотреть. Ну что, посмотрим с вами две планировки таких квартир. Первая из них. Прямоугольная прихожая. Прихожая площадью порядка 5 квадратных метров. Предусмотрена выемка ниши сюда вот, для того, чтобы можно было поставить шкаф именно для верхней одежды. С правой стороны расположилась зона санузла. Площадь его составляет примерно 3 квадратных метра. Плиточка лежит на полу, стены также под плитку. Стеклопакет, окно установлено. Система отопления разведена. Канализационные выводы, водичка, тоже все заведено. Дальше мы с вами переходим в зону жилой комнаты. Комната здесь большая. Площадь ее составляет 22 квадратных метра. Комната правильной прямоугольной формы, светлая, с двумя окнами. Потолки здесь уже в чистовом формате. Можно натягивать, можно нет. Потолок здесь под покраску. Выведено электричество под освещение. Линолеум коммерческого класса под ламинат. Плентуса, верхние, нижние, все есть. То есть вот стены в чистовом таком варианте. Хотите покрасить, хотите поклеить обои. Можно порешать застройщиком, он это все сделает. С правой стороны у нас расположилась кухня. Кухня здесь небольшая. Порядка 5 квадратных метров. Здесь должен быть расположен котел. Все под него подготовлено. Плюс система водоснабжения. Не пугаемся вот над этой штукой, потому что это не подтеки, а это кирпич. Да, вот когда засверливали вытяжки, вот сыпалась кирпичная крошка, и вот такое получилось. Это все устранят. Поэтому страшного здесь совершенно нет ничего. Выведена водичка под раковину, под мойку, канализация, все здесь есть. Вот такая вот компактная квартирка на земле. В целом площадь однокомнатной квартиры здесь соблюдена. Планировка вполне себе достойная. По бюджету тоже невелико как. 1,7 млн стоимость такой квартиры на земле по документам. Это жилой дом. Подходит под ипотеку. Поэтому с документами здесь никаких сложностей у нас не будет. Сейчас мы с вами посмотрим вторую планировку в этом же доме. Заезды под машину. Еще раз вам покажем. Ворота с каждой стороны свои. Двое ворот в доме. Сюда под две квартиры заезжают. Ворота сделаны, да? Машинки заезжают. И с левой стороны также будет у нас под две квартиры. Ну что, заходим с вами в следующую квартиру. Здесь планировка иная. Мне так кажется, поудобнее. Но вообще на любителя. Показываю. Прямоугольная прихожая сбоку. И квартира получается на левую сторону. Хорошо здесь оборудуется зона прихожки. Теплых полов здесь не делали. С левой стороны у нас расположился санузел. Площадь его составляет 3,5 квадратных метра. Правильной прямоугольной формы. Плиточка лежит на полу. Установлено отопление. Выводы под сантехнику и под воду. Напомню, что пока у нас здесь система отопления подготовлена под электрокотел. Ведутся работы по подключению газа. Что касается жилой комнаты. Мы с вами перешли. Она у нас такая вот с низшей. С небольшой выемкой. Площадь данной комнаты поменьше, чем в предыдущем варианте. Она составляет 17-18 квадратных метров. Также на полу линолеум коммерческого класса. Линолеум под ламинат. С двумя окнами. Система радиаторного отопления. Здесь натяжной потолок матовый. С установленными уже выводами под приборы электроосвещения. И мы не посмотрели с вами зону кухни. И здесь кухня побольше по планировке, чем в предыдущем домике. Буду так его называть. Здесь кухня площадью почти 8 квадратных метров. Ну 8,2 даже говорит застройщик стены. Здесь подготовлены все под покраску. Либо под поклейку, уже в чистовой отделке. Плентуса линулиум все на месте. Правильная прямоугольная форма. В общем, вот такого плана жилье мы с вами посмотрели сегодня в квадрохаусе. Так это буду называть, потому что такое понятие существует. Но мы вам ранее такого жилья не показывали. Потому что новой постройки их нет. Но мы четко знаем, что есть запросы на маленькое жилье новое. Поэтому вот решила показать, что такое тоже появляется по станицам. Ну что, участок светлый. Не скажу, что просторный. Но в целом вот здесь можно поставить и качельки, и розы посадить, и пару фруктовых деревьев. Ну и собственно сделаны вот эти выебники под машину. Если машина не нужна, забор можно себе вот поставить. И вот 2,5 сотки ваш земельный участок. Если понравился данный объект, готовы его рассмотреть. Пишите, звоните, с удовольствием вам покажем. Если, допустим, даже нужно 2 жилья в одной станице. Одно побольше, другое поменьше. Вот, кстати, прекрасный вариант. Такой небольшой квартирки. И кому-то, если семьями переезжаете, кому-то второму посмотреть непосредственно уже жилой дом. Ну это будет все рядышком и в одном месте. А вы подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить уведомления. Вот здесь колокольчик внизу. Постоянно для вас выходят новые обзоры, чтобы вы ничего не пропустили. При уведомлении, ваши напоминалочки. А также наш телеграм-канал. Напоминаю, ссылочка для вас всегда ниже. Там актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края. С вами я, Екатерина Романенко. Центр недвижимости «Компромисс».